Насчет параллельной кнопки, ее лучше оставлять где-то на стенке, но, допустим, если она будет здесь, где-то, в таком антреере, не очень. Поэтому ее можно оставлять тут в щитке, да, то есть, в принципе, далее, если приходит какая-то инспекция, всегда в доступе. Ее нельзя прятать за потолок. Это прям проблема. Если они выйдут, это прям будет проблема. Вот. И также здесь у нас будет ровно находиться, специально смотрели модель роутер, который у нас впишется, где-то поезде. Вот здесь мы смотрели, и все будет, как раз, по-разному, что там могут быть, ну, такие огромные, особенно, там уже много... Двери кайф. Ну, вон, для меня важная история. 45 градусов. Срез парящий потолок. Ну, тут хорошая, да? Ну, черная, я так понимаю. Ну, сейчас мастер-кнопки. Ой, я разбавил. Да, да, да. Дверь. Все освещение, может быть, все освещение. Все, если что угодно, обсуждается, что именно, мы в данных подключим. Батарея красивая. Мебель собирают. Ванна. Какая-то, когда я в своей ванне, в ванне прям легкий. Просто хочется отдохнуть, да. Вы романтик иногда. Большая ванна. Да, большая ванна. Да, большая ванна. Чакузи, да? Почти. Вот, получается, у нас все будет измерили. Мы поэтому тут ничего не вливали. Такая, она вот сюда. До, сюда. Так, если чьи-то лица попадают, то ничего. Все. В мебели будет. Вот, конечно, инсталляция, унитаз, кнопка. Ну, она понятна. Вверху будет открытая полка. Ну, и стандартный набор у нас гребенок. Ну, в целом. Я вот многим показывал ваши картинки подобного типа. Некоторые люди очень не доверяют в плане того, что очень много всего. Можете немного объяснить вообще зачем здесь все это? Потому что некоторые говорят, у меня там две трубы и все. И вся гребенка. Вот, если мы берем гребенки на воду, да, холодные и горячие, то есть у нас каждый потребитель подписан. Если нам понадобится что-то отдельное отключить, мы можем либо уменьшить давление на пор, либо увеличить. Вот, также у нас есть компенсатор гидроударов. Допустим, если мы берем современные смесители, да, вот вы же резко открываете, закрываете, идет скачок давления. И как раз именно этот компенсатор гидроударов, он компенсирует. То есть, смесители служат дольше. Вот, получается, у нас идет редуктор давления. Ну, понятно, что вы выставляете, допустим, на три атмосферы, да, бары. И все, и у вас давление не скачет. Вот, это на самом деле очень удобно. То же самое влияет на все смесители, приборы и так далее. Это, получается, у нас обратный клапан, чтобы не перемешивалась холодная и горячая вода. Как бывает, когда гигиенический душ, какие-то смесители именно встраиваемые. У меня с этим проблемы есть. А если не сделать, то у вас, как горячая, или от соседей к вам, либо от вас с соседем. Вот, получается, у нас дальше идет самый промывной фильтр. И вот, раз в полгода нужно будет открывать и промывать, хотя бы секунд 30. Ага. Вот, смывается он к финализации. Сам? Да. Все. Промывается, считайте, вы его очистили. Вот, и дальше у нас идет Нептун. Бывают проводные. Вот это зелененькие? Да, это у нас беспроводные. Вот, синие, они проводные. А что он делает? Это датчики протечки. То есть, допустим, у нас там здесь стиралка, там, где обычно ванна под ванной, под туалетом, если просят, на кухне, там, где моют. А они где-то распределены, вот эти контроллеры для них, да? Нет, получается, что тут у нас будет висеть блок питания, да, для Нептунов. Вот, как раз он к нему подключается, и тут, в данном случае, будет по Wi-Fi работать на датчике. И куда мы положим датчики, допустим. А он сообщает, да? Да, под унитазом. Не дай бог, какая-то протечка, там, не знаю, открыли. В душе, там, вода перелилась, только попала капля воды, все сразу перекрывается. То есть, когда вы уезжаете в отпуск или еще куда-то, можно просто не переживать об этом, потому что есть Нептун. Это пока временка стоит? Это временка, да-да-да-да. Я так вспомнил. Не-не-не, это временка для длинных стиралов. Мы заказывали. Да-да-да. И вот, что касается... Чуть-то за стиралка хайрит? Да, хайрит. Только у нас от Т осталось. А вот эта вот коробка что-то? Это получается у нас проточный водонагреватель. Это по типу бойлера. Такой маленький? Да-да, больше... Не, ну есть, допустим, больше, но тут самое главное по мощности смотреть. Я привык там такой... Не-не-не-не. Можно было в теории бойлер такой поставить, литров на 80 или 60, но в этом смысла нет, да. То есть он маленький, а у него функционал точно такой же, как и у его бойлера. Фига, это вот его запитка, да? Да-да-да, именно специальная силовая розетка, потому что через обычную нельзя его делать. Мало кто делает так, а так и делать правильно. Серьезно. Это что касается... Ну вот у нас получается горячая и холодная. А, такой вопрос. А сейчас вот какие остались? Вот вы гроб, да, ставите? Тут, тут ставим, да, гроя. Есть и ТЦ и так далее. То есть оно есть, просто нужно именно смотреть, вот, что на данный момент у нас более, так сказать, выгодно, потому что курс скачет и нужно будет смотреть по ценам. Ну и то же самое у нас элементы на отопление. То есть у нас подача, заходит шаровый экран, да, показывает температуру, сколько приходит, сколько выходит. Каждый радиатор, да, подписан, то что кухня, гостиная, детская, спальня. Да, по красоте. Да, вот. И после этого, если вам понадобится когда-то сливать воду, да, ну, отопление с радиаторов, можно будет сделать через спускник специально. Подключается шланг, шланг спускается в унитаз, здесь сливаете всю воду, и когда будете снимать радиаторы, вам не придется подставлять в ведро и сливать. Супер. А фильтрация всякая, фильтры, вот, я сейчас не вижу тут. На отопление имеете в виду? Не, вообще вот, фильтры технические вот эти вот все. Допустим, у нас есть... Жесткие фильтры. Не, допустим, у нас есть фильтры тонкой очистки, а там с теми фильтры другую. А, там где-то, да? Да, да, получается, у нас тут один фильтр стоит, там второй, который один заменяет другой. То есть, один у нас в системе, второй там общий. Прикольно. И все, то есть, все, все оно есть здесь. Да, теплый пол получается именно с душевой, то есть выключается, ну и понятно, здесь вот загорается. Нам всегда рекомендую делать в коридоре, чтобы вы, допустим, включили, все, классно, здорово, удобно, ушли и забыли. Пришли, ой, тут что-то жарко, и выключили. А когда в коридоре, у него есть индикатор, когда даже мимо вы проходите, по своему зрению увидите. Это, то есть, удобно. Ну, если есть, куда его обместить. Вот. Понятно. А здесь просто так вынуждено. А здесь решение дизайнера. Вот, попытался настоять, но, как говорится, первая детская. А, это детская, да? Да, это детская. И вторая такая же, субстричная. Одним контуром, да, весь пол увлажен? Да, здесь, получается, одним контуром у нас на клей. То есть, тут именно без фанеры. Вот, опять же, с дизайнером много обсуждали. Можно с фанерой, можно без фанеры, можно только подбирать правильно, то есть, сам квартет. Это зависит от фаски, он не смотрит нам для этого или нет, не смотрит. Насчет теневой клинтуса я сказал. Ну, в принципе, кондиционеры видны. Вот, слив обязательно в клинтусу. Не фасад на уровне. Да, да, да. Это прям мега важно. И тут, ну, в принципе, везде вставящий потолок, мегель. Тут вот мега есть, уже там. Собирают. Да, за то, что они... Блюм смотрюще. Блюм смотрюще. И еще очень классное решение насчет магнитного стопа. То есть у вас... Класс. Да. Поставляется на хоть 90, хоть столько градусов. Главное, чтобы оботкос он не бился, и все. И сам притормаживается. Ну, неплохо. Да. Главный нюанс просто, что вот эти вот резиновые штучки могут иногда сбиваться. Ага. Вот. И его нужно будет хотя бы там раз, может, в полгода вытаскивать и пылесосить. Ну, потому что там микропыль может попадать. Ага. И все. Зеленая, желтая, скалка. А, там симметрия, да, прям? Ну, одно и то же, просто здесь будет а, основной, такой же шкаф. Все, все, все точно. Видите, тут у нас один вертикальный радиатор. А вот этой штуки не было, да? Это вы уже делали? Нет, это было застройщик. А, застрой так решил? Да, да, да. Завертикалить. Да. Тут у нас получается на балконе сразу будет плитка. А это они делают? Плитку? Да. Нет, плитку это делали мы. Ага. Тут сначала должна была быть инженерная доска, потом захотели теплый пол. Я говорю, что у него, наверное, доска до этого не подойдет. Решили экстренно закупить плитку. Такую, как не в туалете, ванной нет. А вот здесь какой-нибудь подогрев есть? Будет или не нужен? Да, да. Такой теплый полик, тоже терморегулятор здесь находится. Вот так же включается. Вот. И все это дело приливается. А это что такое? Светильничество? Это да. Брал у нас такое. Ну, там они должны были быть другие. Так, вот у нас дублирующие краны. Которые от основных идут на коридор. Датчики антипротечек. Дальше идут фильтр грубой очистки. Дальше у нас обратный клапан идет. Потом комбинированный фильтр тонкой очистки, редуктор и манометр. Дальше идут гребенки на каждый потребитель. И гаситель гидроудара. Это у нас дренажная система. Это голова от датчиков протечки. В дырху у нас отопление и проточный водонагреватель. Здесь тоже такой электролюкс, да? Такой же. 6 киловатт. Пока сказала практика, его хватает. Самое оптимальное. То есть обычно и в одной кабель на него угодится. То есть 6 киловатт в каждой квартире можно найти. И его хватает, чтобы нормально принять душ. Тоже кому-то целостно. Тоже очень маленький. Здесь вот очень мало места все это. Это шумно-виброизоляция у нас стоит тут. На стоите двойная. Ну максимальная, так сказать. Да, это... Тренажи выходят в канализацию. Соответственно, следники тоже в канализацию. Вот они все работает у нас. А здесь вот я смотрю, уже какая-то рама фирмы мне неизвестная. ТЦшная. Самая лучшая инсталляция. Самые, наверное, не из первых, кто появились немцы. Очень классные ребята. Понятно, буду знать. И рама у них в сегменте. Там можно как за 15 найти, так и за 150 найти. В зависимости от комплектации ее. Ну считают самые надежные инсталляции. Нет, это общие. Давай, может, если захочешь, сразу снять. Так, я захожу. Залетаем. Куда лететь? Влево-вправо? Да, наверное, можно влево. Сверху? А, включили здесь свет. Вау. Что это тут за такое? Это, получается, у нас как зал. Тут будет диван находиться, тумбочка и книжные полочки. Это вот для книг, да, по-моему? Да, это все для книг. Внизу место для хранения. Это как зал у нас. Там у нас, получается, как детская на колесе, но портал. Арголит отставили, чтобы было. Тут у нас, там где радиатор будет рабочее место у ребенка. Полностью функционально. Сбрало встраиваемый шкаф. Получается, опять же, собрали полностью нишу под него. И слева будет детская кроватка. Здесь такой классический, да, стиль, я смотрю? Ну, да. Елочка, вот эти вот всякие потолочные. Багет, плинтус. Багет, плинтус высокий. Цвет стены. Да. О, а это пишет... Да, блин. Это что-то барное? Да, тут, получается, у нас как бы зона кухни. Потом здесь будет стеклянная перегородка находиться. А здесь у нас будет подвесная снимка с подвесным телевизором. Вот. И, получается, можно будет смотреть, как кто-то готовит на кухне. Вот. И подглядывать за ним. И тут у нас получается каверийный зал. Тут у нас, понятное дело, будет стол находиться. Тут у нас будет храниться вся посуда, как это раньше делалось у бабушки. Там заседанная дверца. И, в принципе, тут из всего самого необходимого, то, что мы обсуждали, это розетки по откосам. Потому что сверху это для гирлянды на Новый год, да? А внизу это для мобильных устройств. Ну, или, допустим, что-то маленькое. Допустим, если у кого-то есть... А вот тут? Тут, получается, у нас будет все из мебели. Вот такие же полочки от кератера. Тут будет все находиться, что касается кухни. Конечно, не посуда, но всякая будет говорить о задумке дизайнера и заказчика. Вот. Тут у нас плинтуса в цвет стен, молвы в цвет стен. А это МДФ или какие-то... Это дюрополимер, ну, дюропласт. Угу. Тут, получается, у нас специальный карниз. У него ширина 20 сантиметров. С учетом того, чтобы штора, когда будет ездить, она не задевала радиаторы, которые у нас здесь находятся. Потому что, если его сделать 15, как было по задумке, будет немножко задевать, и будут складки. Уже не очень удобно. Вот. Тут также у нас светильники двойные, точечные. Вот. На предыдущем объекте у нас были встраиваемые, как бы такие накладные. И тут будет люстра висеть. Вот. Люстра пока не вешает, потому что завязчики, когда переедут, они повесят свою люстру из квартиры. Угу. Вот. Тут, получается, у нас кухня. Такая небольшая на полу у нас плитка. Нижние фасады. Сфонкирована столешница. Мойка со скретным подключением. Очень удобно, допустим, во время вготовки, в кромушке или еще что-то. Просто старенький. А вот здесь это просто как барное что-то? Да. Ну, это барное, но здесь потом будет стеклянная перегородка такая. Полностью стекла. Что-то туда типа не летело ничего. Да, и не летело, и что касается запаха. Торешное решение. Визуально обернаживать. Да. Тут, получается... Я еще смотрю, кто-то Бош успел прикупить. Да, да, это они где-то успели выплатить. Получается, у нас слева холодильник встраиваемый. Холодильник, ну, понятно, внизу. Морозильник и микроволновка. Все это встраиваемое. Горение. Да, и почему, допустим, у нас вся мебель, она будет упираться в потолок, а здесь оставили зазор. Потому что, что касается микроволновки и холодильника, должно быть цепляться в воздух. Понятно. Потому что если этого не сделать, то он просто будет перегреваться и попадется либо на ремонт, либо еще на что-то. Это всегда предусматриваем. Понятненько. Здесь, что касается кухни, она и небольшая, но функциональная. Как минимум на все запросы отвечают. Здесь теплый пол, да, греется? Да, здесь у нас 5 теплых полов. Ванна, туалет, кухня, прихожая, балкон. И терморегуляторы у нас встраиваемые. Их обычные дизайнеры располагают либо внизу, либо вверху, на уровне глаз, либо отдельно, да, то есть там у нас как две одиночных рамки. Но мы всегда рекомендуем предусматривать ее встраиваемый терморегулятор. Потому что если он будет отдельный, ну, представляете, да, когда они вместе, то это визорно лучше и удобнее. Поэтому рекомендую. Что у нас здесь применено, что, в принципе, в прихожей и так далее. А это что у нас за розетки такие? Это Schneider Electric от Loss Design. Это самое, так сказать, функциональное соотношение цены-качество. И, допустим, у них в коллекции нет шестерной рамки, да? Ага. Ну, она вот в тумбе, подвесной, она его видно не будет. И заказчик попросил именно... Собрать. Немножко на полхозе. Она будет закрыта. А вот это что, это лан? Это получается вот для HDMI кабеля и всего остального. То есть, у нас на телепис, сеть, да, и тумба подвесная. И чтобы между ними у нас не все HDMI, он тут заходит, тут выходит. То есть, очень удобно и функционально. Что еще тут есть? Ну, то же самое, что у пола. И мастер-клубка на все освещение. А, на все освещение в коридоре или вообще вообще? Не платили. Допустим, вам тут позвонили, подсвешите. У нас везде все вгорело. А, ну, правильно, это же уже выход здесь, да? Да, да, да. Это тоже очень удобно. У нас тут небольшой туалет, но, тем не менее... Такой прям классический стилек. Да, да, да. То есть, тут у нас плитка кабанчик, такой же подвесной унитаз, кнопка, вот, хромированный глинический душ, хромированный, и небольшая раппин, как и везде. Старайтесь хотя бы минимальную использовать. Вот, и также стандартное наполнение коллектового узла. Потому что у нас вверху гребенки на воздух, да, внизу гребенки на отопление. Вот, сейчас я еще подсветку включу. Ух ты! Это что было видно, да? Да, потому что потом, когда здесь будут уже дверцы, да, в мебельном исполнении, этого освещения может немножко не хватать. Вот, поэтому мы в любом случае всегда предусмотрены. Неплохо. Да, также проточник, слоя, розетка. О, вот это что новое для них? Да, это новое, это, получается, у нас Юджин вместо Нептуна, да, это то, что от застройщика, дача и протечки. Вот, его тоже мы настроили, но с ним, на самом деле, намного больше заворочек. Потому что это как умный дом уже в этом ЖК. Вот, понял. То есть там и все двери, и все освещение, и вся дача как бы завязаны через приложение. Вытечку всегда делаем из потолка. Тут просто решили обычную решетку поставить, но как на предыдущем объекте, там она выглядит немножко поаккуратнее. Ну, можно и так, и так, в зависимости от потребностей и пожеланий. Вот, тут у нас ванна, вот, тут у нас, хоть и есть закрил по 45 градусов, да, эпоксидная затея. Это акрил? Нет, это, да, это акрил, просто там есть несколько разновидностей акрила, не помню, какой это точно. Но это акрил, и тут, получается, слив у него находится посередине. Не сбоку где-то, а посередине. Вот это, походу, открывается, да? Да, это люк, то есть пока герметик, да, ждем для обслуживания, именно канализации. То есть, зачастую располагает этот слив вот здесь, да, потому что когда заладили люди, не бились, но обслужить никак не смогут. То есть, если обвинуть той стороной, удобнее и красиво, да, но, если что-то случится, никогда не обслужиться. О, прикольно. Да. Ну, и тут, получается, будет стеклянная шторка у нас находиться, и у нас обычный смеситель, лейка и тропический душ. Ага, а тут розетка. Да, тут розетка, большая раковина, также слева две розетки и двухплавичные выключатели. Зеркало отверстия. Да, тут у нас будет зеркало, и тут будет два мбра рядом с зеркалом. Всегда рекомендую лейку 60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60. Ну, да, 80 на 80, плюс-минус. Тут у нас, получается, наш основной щит. Электрика вся тут, да? Да, да, вся электрика тут. Слева у нас будет находиться роутер. Ага. Ага. А тут все у нас будет в мебельном исполнении, и тут будет получаться... стиралка. Это, значит, новое насыщение. Сейчас я открою. Вспомню, какая-то клавиша. Ммм, не светит. То есть, допустим, когда мы включаем освещение, да, и чтобы ночью не включать весь свет и никого не вылить, она просто ночью будет двореть и подсвечивать вам пульсик, куда идти. Полезная штука. Тоже очень удобно. Ну, и наклеечки вам. Да, да. Ну, что прекрасно, вот на том объекте пока не было сделано. Здесь все эти наклеечки будут. Это, в принципе, стандартная сборка нашего щита. И внутри он не менее аккуратный. Черт возьми. Потихоньку становится жарко, да? А, да. Здесь солнце светит. Тут, получается, у нас спальня находится. Тут будет у нас кровать, тут изголовье. Слева, справа будут тумбочки. Вот, понятно, сделаю по две розетки для каждого устройства. И по выключателю для обра и основного освещения. Да, это минимум. Я понял. Это минимум, да. У меня одна стоит, мне мало всегда. Вот, вот я про это говорю. Можно еще помимо 220, обычно, да, розетки сделать ее, чтобы было 220 и USB по бокам. Но она значительно дороже. Ну да, там адаптер вставляется, да? Да, она может стоять 300 рублей, а с USB обычными 1006. Понятно. То есть, есть разница. Какой-то шкаф, типа, да? Тут, получается, будет у нас подражная дверь в потолок. И мини гардеробная при спальне. То есть, это как мастер спальня получается. То есть, это хоть и маленькая гардеробная, но сюда много что влезет. Это лучше, чем, допустим, шкаф, который будет находиться в спальне. Угу. Ну, и вы закрываете его, и никакого лишнего шума у вас нет. Вот. То же самое у нас тут трубчатый релятер. У нас стены. Симпатичный. А это как бы чей? Это... Именно в основном мы ставим арбони, но именно этот. Российского бренда, он, могу сказать, раза в два дешевле, чем Акота. Ага. А у застроя здесь какая база стояла? Ну, типа, вместо этого. Лога-гал. А, обычные, да, такие? Да, да. А как они вот здесь просто в пол стояли, да, так же? Да, да. Примерно так же стояли. Сейчас они хотели еще поменять, что-то на шрубчатые. Такой симпатичный. Ну, понятное дело. Ну, тепла, наверное, больше дает, по идее. Там зависит от толщины металла и количества секций. Ага. Ну, и как вы еще настроите на одну или на пять? Тут прям нормально так розеток. Да, да, тут получается так же у нас рабочее место. Стол внизу вверху. В розетке будет МРА находиться. Терморегулятор теплого пола. Две клавиши. Теплый пол. А? Электрический теплый пол. Да, везде электрический теплый пол. Подсветки тоже на потолке. Да. Везде у нас светильники будут находиться. И еще две дополнительные розетки для чего-то там еще. Ну, чтобы пригодиться. Ну, тут. Для пылесоса. Да, да. Тут у нас подоконник из искусственного, ой, акрилового камня. Ну, ощущается. Ну, как бы оно и подороже. Но, могу сказать, именно этот не так легко царапается. А если выбрать с определенным напылением, то оставить, не знаю, телефон и будет царапано уже. То есть, есть именно не деликатные, а есть которые идут в стойке. Это все, все, все. Мы объясняем. Ну, и легко, чтобы обои вот это для МРА.